Но, к сожалению, на самом деле многие компании так или иначе обсчитывают нас. Сейчас узнаем, как нас наёбывают. Нередко они выжимают из нас лишние деньги с помощью хитрых манипуляций. Так-так. Которые вы, возможно, даже не замечаете. Сейчас узнаем. Так что досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, как распознать эти манипуляции и не дать себя обмануть. Поехали. Теперь мы будем грамотно деньги распределять. Ребят, не кидайте видео в чат, не кидайте. Я уже ролики все отобрал, не кидайте. Магазины знают, что давление на человека это крайне эффективный способ превращения неуверенного клиента в покупателя. Онлайн-магазины часто создают чувство давления и дефицита, указывая, сколько человек просматривают товар. Но лишь немногие знают, что в основном такие счетчики просмотров абсолютно... То есть вот эта хуйня про то, что эту квартиру сейчас смотрят 10 человек, это наёбка, запомнили. Это ложь. Один пользователь твиттера выяснил это, когда изучал код счетчика просмотров конкретного авиарейса на сайте авиакомпании. Он с удивлением обнаружил, что число, которое отображалось на сайте, на самом деле выдавал генератор рандомных чисел. Теперь многие компании, которые... Больше ты меня не обманешь. Привет. ...пользовали эту незаконную практику, находятся под следствием. Так что, когда увидите, что несколько человек смотрят товар, выберите функцию «Посмотреть код в хроме». Наёбка. Спасибо, Шкин. Один из самых распространённых видов обмана – это упаковка туалетной бумаги. Часто в упаковке пишут, что продаваемая туалетная бумага больше по сравнению с обычным рулоном. Эти бессмысленные цифры и сравнения нужны для того, чтобы запутать покупателя и заставить его купить упаковку с самой большой цифрой. Но почему вообще сравнивают с какой-то обычной... Какая разница-то, бля? Главное, чтобы жопа вытиралась. ...туалетной бумагой. Нет никаких стандартов обычной бумаги. Длину рулона определяет только сам производитель. Так что на упаковке могут сравнить рулон с 1000 листов со стандартным рулоном с 50 листами. Чтобы не попасться на эту удочку, просто посмотрите официальную информацию на упаковке. Да похуй, бля, какая разница. Zewa Plus купил с яблоком, и похуй. Там указана реальная длина рулона. Ещё важнее проверять в магазинах вес товара. Например, на этой упаковке Doritos написано, что она намного больше обычной. Но стоит посмотреть на вес, и сразу становится понятно, что она больше, но весит меньше. А значит, в ней столько же чипсов, сколько и в обычной упаковке. Ну это, бля, какая-то наебала для дебилов. Я всегда смотрю на громовки чипсов. Самое главное это громовки. Ой, хот-дог хочется. ...обманывают даже с сосисками. В случае с этой упаковкой использована обычная тактика. Две дополнительные сосиски бесплатно. Вот только если повернуть упаковку, то видно, что две сосиски... Да не, это какой-то фейк, ебаный. Это же бред, блядь. Это какой-то фейк. Это хуйня какая-то. Блядь, я не верю, что такое реально было. Это же бред, блядь. Ну это фейк какой-то. Я не верю. Это чушь, ебаный. Это просто бред. Просто убрали из основной упаковки... Просто знаешь, как делали бы все люди? Они просто бы быстро отрезали бы вот эту хуйню и забирали бы с собой. И поместили их... Что за чушь, ебаный? ...число сосисок не изменилось. Фейки распространяешь. Макдональдс тоже грешит маленькими продуктами в большом... Так, не понял. ...упаковки. Вот с чем столкнулся пользователь Reddit из Индии. На такой огромной упаковке большой острой курочки нужно писать предупреждение. Небольшая. Эти конфеты еще хуже. Они используют тактику, которая поставит в неловкое положение того, кто подарит такую коробку. На самом деле, эта упаковка очень точная. Ведь конфеты, которые видны через прозрачный пластик, единственные в коробке. Остальное просто... Бля, я, кстати, вот, кстати, на такую хуйню я нарывался, да. На такую хуйню я нарывался, и это прям, ну, реально неприкольная хуйня. Я на такое нарывался, такое есть. Такое на самом деле есть, так реально продают. И это прям пиздец, бесячая хуйня, очень бесячая. Странство пустышка, но она гарантирует прибыль коварному производителю. Эта подарочная упаковка виски Джеймисон просто поражает. Наверное, производители напились собственного виски, когда создавали упаковку. Судя по коробке, в ней находится большая бутылка Джеймисона и маленькая бутылка Швепса. Но все наоборот, после такого обмана точно надо убить. Бля, ну это вообще бред. Техника также не застрахована от обманных манипуляций. Этот пользователь Reddit купил колонки, но они оказались намного меньше, а верхняя колонка вообще не работала. Физдец, ну и хуйня. Некоторые компании пишут косметические... Ну это какая-то китайская подделка. Настоящая компания Logitech не будет так делать. Ну это же бред, вы же согласны? Типа это же какая-то китайская подделка. Зачем настоящая компания Logitech так делает? Ну это чушь какая-то. ...ли декоративный в описаниях своих товаров. Многие даже не думают об этом упоминать. Поэтому, когда будете покупать технику, смотрите, нет ли на упаковке слова декоративно. Ну это очень смешно. ...читайте отзывы и не дайте себя обмануть. Что еще раздражает? Так это то, что компании вроде Samsung теперь публикуют рекламу своих товаров в виде оповещений прямо на смартфонах. Да, такое есть, кстати. Такое, ну на iPhone такого нет, на Android я знаю, такое есть в некоторых телефонах. Типа в некоторых телефонах зашита реклама, есть такая хуйня, да. Представьте, как неприятно услышать оповещение и увидеть, что это просто реклама. Если вы заплатили за товар, компании не должны донимать вас назойливой рекламой, правда ведь? Это не во всех телефонах, это в китайских всяких зашито. ...в комментариях, что вы думаете по этому поводу? На Samsung вряд ли такое есть, я не думаю. ...телекоммуникационные сети еще хуже производителей телефонов. Им важнее не пользователи, а спонсорские сделки и деньги. И это тоже... Как и всем в мире, всем всегда плевать на потребителя, всем нужны деньги. Типа вот это все, блядь, защита прав потребителей, это для того, чтобы люди не воняли. Они почему, типа стараются, ну стараются минимизировать, чтобы люди не пиздели, блядь. Всем похуй на людей, всегда, блядь. Везде, ничего, в мире ничего, блядь, никто не делает для людей никогда в жизни, типа. Че за хуйня? Типа, если что-то сделали для вас, значит, это инвестиция в то, чтобы вы заплатили деньги потом. То есть, условно, не знаю, там, блядь, ну... Абсолютно любая хуйня. Абсолютно любая. ...очень раздражает. Некоторые продавцы... Ты тоже? Ребят, нет, я исключение. ...встанавливают приложение от дочерних компаний, захламляя память на телефоне еще до того, как его включат в первый раз. Но хуже всего то, что многие из этих приложений нельзя удалить. Я исключение. ...отключить. Но они остаются в телефоне, напоминая о своем существовании. А телекоммуникационные сети тем временем наживаются на вас. Да и в рот их ебать, классика, блядь. Поэтому надо покупать айфон. На айфоне нету закачанного кучи, блядь, всякого дерьма. На андроиде, лично могу сказать, вот у меня были андроиды, у меня был хонор. На хоноре такое есть. Типа, вот на хоноре, который у меня был, такое есть. Я купил, блядь, телефон новый. На нем, блядь, закачаны изначально гугл музыка, гугл хуюзыка, гугл говнюзыка, которая мне нахуй не нужна. А, я их все сразу поудалял, блядь. Но сам факт, такая хуня, да, есть такая. Типа, гугл закачивает кучу своих приложений, есть такая хуня. Очень приятно. Теперь перейдем к продавцам на ebay, которые тоже обманывают покупателей. На ebay. Некоторые продавцы используют эмодзи звездочек в описании, чтобы казалось, что это высокий рейтинг. Настоящим. Но это, кстати, умно. Проверенным продавцам не нужно подделывать оценки, отзывы говорят сами за себя. А поддельный рейтинг почти всегда указывает на то, что с товаром что-то не то. Так что всегда проверяйте эти звездочки перед покупкой. Ну за 10, блядь, тут даже, ну, легко понять, что Apple AirPods не будут продаваться за 10 баксов. То есть, ну, типа, это очевидный пиздеж, блядь. Ну, не будет такого. Иногда изобретательность компаний, которые пытаются привлечь наше внимание, даже впечатляет. Как эта реклама в Инстаграме, в которой нарисован волос. Пользователь пытается его смахнуть и открывает страницу интернет-магазина. Успех компаний в Интернете зависит от взаимодействия пользователей с сайтом. Поэтому даже если вы ничего не покупаете в онлайн-магазине, ему хватает того, что вы... Меня вот знаете, что бесит, блядь? Вот в Инстаграме была такая хуйня. Я, конечно, в Инсте давно не сижу, блядь, но меня это бесит. В Инстаграме была такая хуйня, что ты просто заходишь в свой профиль, и ты видишь, что ты подписан на какой-то, блядь, что ты подписан на какого-то хуесоса. Хуй знает, кого вообще, блядь. То есть, ты подписан на него, хотя ты на него не подписывался ни хуя. Вот в Инстаграме такая хуйня есть, типа. Ну, точнее, ну, была, по крайней мере. Просто захожу, блядь, смотрю, я подписан. Какого хуя подписан, хуй поймешь. записываешься. Ну, это, скорее всего, это просто твой инстаграм взломанный и он участвует в каких-то гивах. В тиктоке тоже такое есть? Пиздец, это меня, это бесит, блять, ужасно, нахуй. Зашли на сайт. В магазине одежды... На меня, да. Вы можете заметить вот такие объявления о распродаже. Они нужны для того, чтобы вы заметили их и подошли к конкретной секции. Но если присмотреться, все не так просто, как кажется. В этом случае цена 3 доллара относится только к некоторым товарам. Скорее всего, всего к паре из всей секции. Не, ну вообще, на самом деле, правильно делают. Будь у меня магаз, я бы так же делал, типа. Я бы вешал вот эти вот, ну. Эти же штуки, они реально привлекают внимание. Блять, правильно делают? Это же не наебка. По сути, это не наебка. Тут же не написано 3 доллара за все. Тут же не написано 3 доллара за каждый предмет. Нет, это не наебало вообще. Для магазина такой обман ничего не значит. Важно то, что покупатель смотрит одежду. Когда вас привлекли к секции и вы просматриваете товары, вы что-нибудь купите с большей вероятностью, чем если вы просто ходили по магазину. Так что... Да, блять, естественно, поэтому в каждом магазине вот эти... Скидка 70%. Естественно, скидка не на все, но сам факт, что ты хотя бы подойдешь. Если будут просто вывески одежды, блять, без вот этих баннеров, то ты, считай, на рынке смотришь. То есть, естественно, всем будет похуй, никто не будет брать. Люди же покупаются на красочную обертку, на красочную упаковку. Это как, знаете, если бы, блять, шоколад продавался, ну, типа, просто в обычной, блять, ну, уебищной белой упаковке. Да нахуй он кому нужен? Люди же на упаковку смотрят. Конечно. Как ни странно, один из худших способов обмана используется в магазинах с соками и кулинарными маслами. Так, ну-ка. Например, благодаря хитрым юристам, компании могут заявлять, что такая бутылка содержит 100% сок, хотя на самом деле всего 27%. А почему так? На технических продуктах используется сок, производитель может сказать, что он составляет 100% напитка, хотя 73% составляет вода и другие ингредиенты. Похоже... Ну, это да, это наебка. Но с другой стороны, блять, они же пишут снизу все равно. Если ты внимательно будешь читать, тебя не наебут. Гарман использовали с этим маслом авокадо. Так как в нем содержится масло авокадо, производитель имеет право написать, что продукт состоит из него. На самом деле до 10% это авокадо, а остальное растительное масло. Надо читать, значит. Не забывайте проверять информацию на упаковке. Индустрия онлайн бронирований тоже использует хитроумные приемы, чтобы получить побольше прибыли. Так. Но вот это, вот это не честно, конечно. Ой, Саня секс-бомба. Спасибо большое за рейд. Спасибо большое, Сань. Спасибо огромное. Спасибо большое, Саня, за рейд. Привет, друзья, привет, ребята, привет, рад вас приветствовать. Здравствуйте. На платформе сети интернет. Здравствуйте. Здравствуйте всем. Привет, привет. Спасибо, Саня, за рейд. Спасибо огромное. Вот. Не, вот это, кстати, хуйня с отелями, это действительно правда. То есть, что вы понимали, я когда смотрел квартиру, чтобы... Короче, как это работает? Ты смотришь квартиру, которая тебе нравится, да? Давайте назовем, не знаю, допустим, в Химках, например, да, смотришь квартиру. Ты посмотрел пару квартир в Химках, и у тебя начинают вылезать баннеры, ну, типа, с рекламой там. Квартира в Химках за 13 тысяч, например. Ты такой, ебать. Заходишь, нихуя, квартира за 40. Ну, то есть, очевидно, типа, но им нужно тебя завлекать. Просто прикол в том, что вдруг тебе понравится эта квартира, и ты все равно ее арендуешь. Поэтому вот, как бы, в этом суть. Но это наебало чисто вода, это правда. Спасибо большое за рейд. Привет, ребята. О, жилья. Владельцы гостиницы, отелей, которые... Оля, какая хай, девчонка, это я. Смещают рекламу в интернет. Это моя. Это, пожалуй, одни из самых хитрых людей. На сайте Тревага этот польский отель выглядел очень милым местом, но, как оказалось, причем это не наебка. Они же, как бы, отель же сфоткали, сфоткали, но это прям пиздец, подстава, ужас ебаный. А на сайте booking.com вьетнамский отель рекламировал красивый бассейн, который оказался похож на ванну. Блядь. Ну, вот, да, да, фотографии. Если вы распереживались из-за всех этих обманок, не советую заедать стресс двойным сникерсом. Двойная упаковка стоит немного дешевле, чем два отдельных батончика, но в ней на 20% меньше продукта, чем в двух. Во многих случаях, включая и этот, нужно считать цену по весу. Тогда получится, что дешевле будет купить два отдельных батончика. Не знаю, мне вообще сникерс не нравится. Но если говорить о самых хитроумных обманных упаковках, то здесь лидирует Китай. Эта упаковка креветок, кажется, точно наполнит желудок, если не снимать центральный ярлык. Производитель разрезал креветки и оставил пространство между головой и телом, чтобы они казались больше. Видимо, компания... Бля, вот, сука, ебаня, это очень умно, блядь, это очень умно. Ну, твари, а. Гамдоны, блядь. Ну, это прям очень умно. Ну, сука, вообще бразоты, блядь. ...на все, чтобы воспользоваться верой в то, что чем больше, тем лучше. Ну, вообще, какой еблан будут покупать такие креветки? Креветки надо покупать обычные и варить их. Нахуй, блядь, вот эту хуйню покупать. К сожалению, многие в это верят. Большую часть обманок можно распознать сразу, но некоторые компании выбирают долгую игру с помощью шринкфляции. Так называется процесс снижения объема, веса или количества товара с сохранением прежней цены. Классика, да-да-да. Чел с никнеймом сникерс. Спасибо большое, спасибо за мем, за мемкоины. Этот, ааа, есть такая хуйня, я не помню, у какого-то, блядь, либо у Палпи, либо еще у какого-то, мне очень нравился какой-то сок, я не помню какой, блядь, либо Палпи, либо что-то еще. Они уменьшили объем до 0,45, с 0,05, и при этом всем цена осталась та же. Да, это есть, это стандартная ситуация. Компания Кадбери и ее владелец Манделес особенно любят использовать шринкфляцию. Например, в течение нескольких лет Кадбери буквально срезала углы своего шоколадного батончика. Блядь. Производитель сделал углы круглыми, и это позволило использовать меньше шоколада и сэкономить деньги. Пиздец хитрый, да, ну вот реально. Новый круглый дизайн на целых 8% меньше, чем предыдущая версия. При этом цена на батончик повышалась в соответствии с инфляцией. Неужели нельзя сместь вкусную шоколадку, не чувствуя себя при этом жертвой воров? Ну, если ты будешь такие видосы постоянно смотреть, то, конечно, ты будешь чувствовать себя жертвой воров. Просто такие видео смотреть не надо, и все. Другие шоколадные фирмы тоже любят показывать красивую упаковку, хотя начинки, скажем так, не хватает. К примеру, этот шоколад Гадива на первый взгляд выглядит вкусно, но надежды на полноценную плитку тают, когда снимаешь обертку. Такая полая шоколадка позволяет сэкономить на производстве. Бля, а мне, кстати, нравятся такие полые шоколадки. Мне, кстати, нравятся. Привет, Мазика, передай. Привет, Никите и моя... Спасибо большое, Мандеринка. Привет, Скорлай, Скорлай. Мне такие шоколадки нравятся, потому что ты когда их кусаешь, они прям, ну, они очень легко раскусываются и прям тают во рту. Мне нравятся такие шоколадки. Ну да, типа, шоколад там меньше, чем обычно, но они вкусные. Ведь из нее убрали около половины шоколада. В итоге покупатель чувствует пустоту в кармане и в желудке. Ведра попкорна вроде этого могут сравниться и даже превзойти хитрость Гадивы. Кажется, что эта упаковка полна попкорна, но если заглянуть внутрь, выяснится, что она заполнена лишь на треть. Пиздец. Замечает этого из-за картонки в упаковке, а когда он это понимает, уже поздно что-то менять. А хуже всего, что попкорн оказался еще не несвежим. Если и есть король и мастер способов наживы на покупателях, то им определенно должна стать компания Apple. Так. Для начала в 2019... Ну-ка, внимание! ...в 2019 году произошел примечательный случай, когда Apple объявили, что они будут продавать подставку для нового Mac Pro отдельно за 1000 долларов. Да-да, подставка за 1000, но Apple использует и более искусные методы выуживания денег. Отличный пример презентация 11-го айфона на сайте компании. Так. Чтобы убедить покупателей купить дорогие гаджеты, Apple выставила свои 11 Pro и 11 Pro Max рядом с обычным iPhone 11. И это выглядело вот так. С помощью темных обоев на дорогих моделях Apple создали иллюзию того, что на них невероятно узкая, почти незаметная выемка на верхней части экрана. А вот у обычной 11-й модели выемка была видна, и она проигрывала другим моделям. Конечно, на самом деле выемка была у всех. Вот сука! Тем не менее, выглядело это так, будто у дорогих телефонов экран намного лучше по сравнению с другими моделями. Наебучий, блядь! Так, Apple влияли на покупателей, заставляя купить дорогую модель. Но лично на меня это не подействовало. Я был готов купить iPhone, как только увидел спиннер. А вы замечали, как магазины и компании обманывают покупателей? Ой. Жесть. Жесть. Не, ну это просто жесть. Ребята, нас обманывают со всех сторон. Но помните, друзья, помните только одно. Помните только одну вещь, которая должна быть для вас как свят-свят. Поняли? Как святое правило, друзья. Вас наебывают везде. Вас обманывают постоянно. Как же с этим бороться? Все очень просто. Не покупать всякую хуйню, хуй пойми где. А покупать одежду только на замечательном сайте vsrap.shop.mzlf. Вы можете попасть на этот сайт, нажав просто на баннер в описании. Здесь самая замечательная одежда, самый замечательный мерч. Супер качество, эксклюзивное. Цены максимально демократичные. Мы все любим демократию, конечно же. Все, что угодно на любой вкус. И, естественно, от меня. Так же самое, если вы сейчас покупаете что-то из зимнего мерча. Это либо шарфик, либо замечательный свитер, красивейший. Вы автоматически становитесь участником в розгорже, который продлится до 25 января. А именно, мы рандомно выберем трех победителей, которым подарим еще мерч сверху того, что вы уже купили. Так что обязательно участвуйте, друзья. Обязательно участвуйте и покупайте замечательный мерч на сайте vsrap.shop.mzlf. Продолжение следует...